здравствуйте всем давно мы с вами не встречались сегодня вам расскажу ну во-первых с наступающим новым годом всех поздравляю всем желаю здоровья счастья улыбок всего что вы хотите и сегодня я вам расскажу про то как я пью соду сода издревле еще ее называли божественный пепел огня сода вообще для чего ее пьют для того чтобы в организме нарушается ph баланс закисление организма происходит из-за того что мы кушаем фрукты ну что-то кислое такое вот чтобы нормализовать вот этот ph баланс нужно пить соду но много пить ее нельзя то есть ее нужно пить в меру я вам расскажу как и сколько есть еще такой профессор не умывайкин он даже написал книгу на эту тему очень по моему лет 90 ему сейчас то есть он очень долгую жизнь прожил очень мудрый человек не болеет и тоже пьет соду и он рекомендует ее пить всем как здоровым людям так и больным соды даже лечит рак то есть любые болезни онкологические любые воспалительные процессы и вообще восстановление ph баланса из-за закисления организма разрушается зубы так как слюна становится кислой как я ее пью утром натощак ну когда вы проснетесь то есть это в любое время по одной четвертой ложечки буквально вот и сейчас я вам покажу то есть вот так вот на краешке ложечки вот даже можно меньше разводите в стакане кипятка именно в кипятке потому что она погашается и когда она остывает то есть пить ее нужно не горячий не холодный а теплый натощак обязательно то есть онкологии если будете пить онкологии болеть не будете но пить ее нужно вот я пью знаете для здоровых людей достаточно где-то 12 максимум раза в неделю много пить нельзя потому что могут сосуды засоряться но потом правда она выходит с водой когда пьешь водичку но все равно если человек болеет то уже конечно вода где-то должна быть где-то градусов 70 80 и потом ее остужаем когда пьете воду кушать нельзя нужно где-то полдня вот если вы с утра ее выпили полдня ничего не кушать потом уже во второй половине можно кушать почему объясню потому что тот желудочный сок кислота то есть в организме он кислая среда она погашается и если попадает туда пищи то желудок он не может переваривать ее так как там не хватает вот этой кислой среды но зато все болезни все воспалительные процессы все убивается то есть и даже я вам хочу сказать что соду раствор соды я не знаю какой процент там это врачи знают говорят что вводят при в тяжел когда человек в тяжелом состоянии в реанимации то есть делают системы раствор там я не знаю по моему воды или еще какие-то растворы добавляют туда соду ну подробности я не знаю я не врач но я слышала от этого об этом вот и вообще она убивает то есть чистит кровь но опять же повторю что в больших количествах ее нельзя потому что все таки как сказать ну и сода это щелочь считается поэтому вообще у нас организм очень загрязнен от чего ну с пищей попадает с продуктами там с фруктами попадает много бактерий в организм от химии всякой то есть от шампуня дезодорантов от всей химической продукции также очень много шлаков в организме вот сода она как раз выводит вот еще почему нельзя ее пить много потому что сразу когда ее выпиваешь с водой ну пить надо постепенно маленькими глоточками то есть не все сразу залпом по чуть-чуть и в организме будет сначала такое состояние немножко слабость потому что организм начинает выводить шлаки то есть все вот из крови из всего организма выходит все плохое то есть вся вот эта химия все вот этот выходит все шлаки вот поэтому сильно вот я говорю много ее пить нельзя потому что сразу резко будут выходить шлаки и человек может не очень хорошо себя чувствовать ну и как бы тоже сильно защелачивать не надо если человек уже болеет раком то пьют сначала начинают с маленькой дозировки то есть как я показала вам вот на кончике прям буквально ложечки чайной и потом постепенно постепенно доводят до одной чайной ложки но это когда уже человек болеет раком и поверьте мне помогает ну можно сказать от всех болезней практически даже пьют когда человек высокая температура но сочетать 100 с таблетками с лекарствами каким-то ее нельзя то есть нужно или 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 это или то я не говорю что нужно отказываться от всех лекарств но иногда даже вот люди когда не могут сбить высокую температуру у взрослых выпивают соду и температура падает то есть ну восстанавливается нормальная температура поэтому при раке при каких-то сильных опухолях вообще при сильных болезнях пьют вот каждый день и доводят дозировку доплай до пол чайной ложки до даже до чайной ложки это уже когда все сильные но опять же повторюсь не применяя лекарства то есть нужно или применять лекарства в этот день или пить соду поэтому лечитесь не болейте я желаю вам всего хорошего в новом году что все ваши желания исполнялись подписывайтесь на мой канал я буду рассказывать вам много интересного у меня очень много полезной информации поэтому всего вам доброго до свидания а а еще хотел сказать что противопоказания при приеме соды это люди у которых какие-то желудочные заболевания то есть гастрит там язвы или еще что то уже суду пить нельзя так что всего вам доброго до свидания удачи и всего здоровья 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 самое главное а а а а а а а